Итак, промываем нашу клубнику. Промываем вместе с этими вот веточками. Если срезать и промыть, отсюда проникает много, впитывает клубника в воды и получается слишком влажная. Чтобы этого не происходило, промываем сначала с веточками. Выбираем, если хотим варенье, либо джем, либо конфитюр. Хотим светло, такого ярко-красного цвета, то выбираем клубнику светлого, такого оранжеватого цвета. Если выбрать бордовую клубнику, такую темную, получается и варенье, и джем такой темноватый. Так это относится еще и к черешне. Если черешня темная, то и варенье потемнее получается. Итак, промыли. Дальше даем стечь в воде. Оставляем, чтобы стекла вода, но ненадолго оставляем, потому что клубника очень быстро портится. Поэтому делаем все быстро. Минут на пять где-то оставим, хватит. Итак, очистила я от веточек и получилось у меня 1,3 кг клубники. Если мы хотим, чтобы баночки, у нас, допустим, две пол-литровые баночки наполнились, нам нужно взять не килограмм клубники, а чуть больше. Надо учитывать веточки, вот эти косточки я буду сейчас эти косточки убирать. Джем, конечно, получается очень ароматный и вкусный зимой, но дети, например, не любят, когда косточки застревают в зубах или там старики жалуются, что под протезы лезут или что-то в этом роде. Поэтому косточки мы убираем. 1,3 кг рассчитываем всегда больше. Значит, без веточек у меня 1,3 кг. Значит, взбиваем. Я буду взбивать блендером. Пропускаем через сито. Я пропускаю сразу в ту посуду, в которой буду варить. Посуда эта у меня где-то диаметром 30 сантиметров. Некоторые спрашивают, потому что зависит еще от посуды. Чем уже посуда, тем дольше будете варить. Чем шире, тем меньше срок варки и цвет, соответственно, остается ярким. Пропустила я через сито. Думала бы, что много времени занимает. Она уже жидкая, быстро прошла. Вот столько у меня осталось. Здесь где-то 80 с лишним грамм. Ну, допустим, 100 грамм. Осталось у меня здесь, было 1,3 кг. Осталось, будем считать, что 1,2 кг. Но 10-20 грамм не будем учитывать. Добавляю я сюда щепотку, совсем мало, на кончике ложки лимонной кислоты. А лучше всего сок половины лимона. 2 столовые ложки. Если есть свежий лимон, можно свежий лимон. Просто я забыла его купить, если честно. Поэтому лимонная кислота. Теперь ставим на огонь. Ставим на максимальный огонь, чтобы он быстро нагрелся. Добавляем сахар после того, как нагреется клубника, чтобы сахар быстро растворился. Вот у меня, значит, упаковка сахара килограммовая. Я убрала оттуда 1 стакан. На 1,2 кг буду добавлять 800 грамм сахара. Этого хватит. Вообще клубника очень любит сахар. На самом деле, это еще моя клубника не очень сладкая. Поэтому я добавляю столько. Обычно меньше добавляю. Но клубника без сахара, она может быстро испортиться. Ждем, пока нагреется клубника. Одновременно стерилизуем банки, чтобы время не терять. Клубника нагрелась. Добавляем понемножку сахар. Джем варим на максимальном огне. Посуда у меня широкая, поэтому я сейчас вам скажу приблизительно, сколько я варила. Вот сейчас сахар засыпала. Сейчас скажу вам. Как закипит, скажу, сколько буду варить. Мешаем, пока сахар весь не растворится. И вообще очень часто мешать надо. Это же джим. Если жидкость выпарится вся. Здесь воды у нас нет. Она может подгореть. Видите, начинает пениться, но еще не кипеть. Поэтому эту пену не убираем. Как говорит наша бабушка Рая, это не пена, это сахар. Поэтому даем сначала закипеть. Сахар полностью растворится. Вот от цвета клубники и вообще черешни, допустим, фруктов каких-то, варенья или джем цвет очень сильно зависит. И, конечно же, способ приготовления тоже. Чем меньше варки, тем лучше. Поэтому я варенье варю всегда в три этапа, в четыре этапа. Есть, конечно, некоторые варенья, которые сразу надо варить. Вот джем. Джем, конечно, не надо оставлять на несколько раз. Будем варить с первого раза. Потому что он очень быстро готовится на максимальном огне. Быстро выпаривается жидкость. Закипело. Начинаю отчет. С момента, как я поставила до закипания, прошло пять минут. Ну, потому что у меня плита слабая. А так могло бы быть еще раньше, конечно. Вот, смотрите, видите, липнет ко дну. Поэтому мешаем часто, чтобы ко дну не приставало. Это значит, что жидкость уже выпаривается. Уже кипит у меня уже пять минут. Проверяем готовность. Проверяем, как варенье я проверяю. Налили немножко в посуду. Дали чуть-чуть остыть. И вот проводим пальцем. Видите, еще жидковатое. Еще сходится. Некоторые оставляют пену, я заметила. Ну, типа это пектин, там загуститель. А я никогда не оставляю, потому что она портит очень быстро варенье. Она сама быстро портится и портит варенье. Но это, конечно же, я не буду выбрасывать. Это самое вкусное. В детстве у нас за это драка была. Это с чаем попьем. Итак, каждые пять минут берем пробу. Первые действия не надо, дальше каждые пять минут. Берем снова на пробу. Дадим чуть-чуть остыть. Мы даем остыть, потому что после остывания она загустевает. Чтобы учитывать, что в банке она еще остынет и будет гуще. Пустоту, какую вам нужно, определяйте вот так вот. Готовность варенья, джема. Всегда определяем вот так. В кастрюле она всегда кажется темнее, потому что здесь много. А так она, конечно, ярко-красная. Вот можно определить вот по этим частям, по полному цвету. Итак, дали две минуты остыть. Я поставила в холодильник. Проверяем. Видите, уже тяжело сходится, но еще сходится. Все, еще чуть-чуть и готово. Это она еще не остывшая. Можно еще определить по салфетке. Допустим, капаем на салфетку. Видите, салфетка не намокает. Точки стоят, как поставили. Вот. Ой, куда я показываю? Вот. Значит, все уже. Можно снимать. Если бы там осталась влага, салфетка бы намочилась. Это у меня сейчас уже испачкало. Видите, не сходится. Это еще горячее. Все, я выключаю. Джем готов. По густоте такой, как я хочу. Если вы хотите еще гуще, можете еще проварить минут пять. Но, посмотрите, сейчас выглядит он вот так вот. Вроде бы жидко, да? Так, как показать? Вот так вот. Вроде бы жидко. А когда остынет, я вам покажу, пока она будет. Все, я выключила. И пока горячее, буду разливать по баночкам. Значит, варила я ровно 25 минут с момента, как закипела. Плюс пять минут до момента, как поставила. В общем, общее время с момента, как я поставила на плиту, полчаса прошло. Пять минут на закипание. От закипания 25 минут я варила. Заполняем наши баночки в горячем виде. И закрываем горячими крышками. Переворачиваем, даем остыть. Пять минут на закипание. Пять минут на закипание. Вот такое количество у меня джима получилось. Вообще получается, допустим, у меня было 1,2 кг. Получаются ровно две вот такие пол-литровые банки. Но из-за того, что я хочу вам показать в остывшем виде, мне пришлось закатывать поменьше баночку, чтобы вам показать. Вот как выглядит она в горячем виде. Она уже, видите, как загустела. Еще загустеет, когда остынет. Я вам покажу, когда она остынет. Посмотрите по цвету, уже видно, какого она цвета. Итак, повторю рецепт. Значит, пропустили через блендер. Дальше пропускаем через сито. Косточки убираем. На косточки где-то уходит 100 грамм. У меня ушло. Ну, даже меньше, 80 с лишним. На 1,2 кг я добавила 800 грамм сахара. Сахар добавляем, когда клубника хорошенько прогреется. Можно сказать, начнет кипеть. Добавляем понемножку сахар. А до этого, когда ставим клубнику вариться, щепотку лимонной кислоты, либо лимонного сока. Сразу же вначале добавляем. Значит, с момента, как закипела, варила я где-то 25 минут. Если вы хотите совсем как конфитюр, то где-то полчаса варите. Может быть, даже больше. А если пожиже, вот так вот, пожиже, она еще будет гуще. Тогда как я 25 минут. Посуда у меня диаметром около 30 сантиметров. Тазик, которым я варила. Вот. Так что зависит еще от посуды. Если посуда широкая, быстрее выпаривается, быстрее готовится. Если посуда уже, то готовить надо дольше. Проверяем готовность. Каждые 5-7 минут проверяем готовность на блюдце, на тарелке. Ложечку выкладываем, проверяем. Если линия не сходится, значит готова. То есть у вас еще может быть от плиты разница, от посуды. Поэтому лучше проверять на готовность. Вот так вот. Итак, джем наш остыл. Прошло 2,5 часа. Сейчас вот так вот. Вот. Он загустел еще. Загустеет еще больше. Вот эти в баночках. Вот эти в баночках еще теплые. Это более-менее остыло, но уже видно, какая консистенция. А теперь покажу вам, как в тарелке выглядит цвет. Цвет. Вот такой вот цвет получается. И вот такая консистенция. Итак, хочу показать вам на следующий день, какой цвет получается. Ой, какая консистенция какая получается. Вот так вот. Тяжело падает с ложки. Показываю это вам на следующий день, чтобы вы учитывали, что сколько я варила и какая консистенция в итоге получается на следующий день. То, что показывала вчера, он еще не совсем оставший был. А так вот он еще плотнее стал. Вот так вот. И цвет вот такой вот красивый. Ну, а у меня все. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока. 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 Продолжение следует...